Выборы сегодня проходят и в России. Сегодня единый день голосования. В 18 регионах жители выберут губернаторов. В 11 определяют новый состав региональных ЗАГС-собраний, а в 22 административных центрах сформируют городские думы и горсоветы. Пандемия внесла свои коррективы. На избирательных участках все в масках и в перчатках. Впервые региональные выборы растянуты на три дня с пятницы по воскресенье. Активность избирателей по итогам двух дней голосования выше, чем на голосовании по поправкам Конституции. Самая высокая явка в Еврейской автономной области. Там проголосовали уже 70,5% избирателей. Самая низкая в Смоленской области, где проголосовали всего 19%. Невысокая явка и в Иркутской области, где выбирают губернатора. Кстати, этот регион политологи называли одним из острых. Наравне с Новосибирском, жителям которого предстоит определить состав законодательного собрания и городского совета. В этих регионах, по оценкам экспертов, могут быть протестные результаты, чего нельзя сказать о других региональных выборах. Их результаты политологи называют предсказуемыми. Что касается нарушений, в сети много сообщений об избирательных участках, которые организованы буквально на лавочке, как это было во время голосования по поправкам Конституции. Например, в Иркутской области отдать свой голос людям предлагают в фургоне грузовика. В Кургане палатку развернули во дворе жилого дома. Я думаю, чтобы не свалилась ваша избранная. Вы это знаете? Обязательно. Должна быть кабинка. Предусмотрена для голосования. Это нехорошо. Это грубейшее нарушение. В Новороссийске наблюдатели на одном из избирательных участков смогли снять вброс бюллетеней. Подобное произошло и в Ростовской области. Там члены УИКа тоже вбрасывали бюллетени в урну. Однако официально в Центроизбиркоме не зафиксировали ни одной жалобы на вбросы. Как сообщила глава ведомства Элла Памфилова, по итогам первого дня голосования в Центроизбирком поступило 43 жалобы. И все они носят, цитата, «стандартный для выборов характер». Видимо, поэтому эксперты и называют результаты выборов предсказуемыми. К слову, о результатах. Итоги единого дня голосования официально объявят уже завтра. Тихо и незаметно для большинства жителей выборы проходят и в Красноярском крае. У нас в регионе назначены более 500 выборов в органы местного самоуправления разного уровня. В общей сложности это 65 избирательных компаний. В этом году из-за пандемии избирателям разрешили голосовать досрочно. Участки открыли еще 2 сентября. У нас тоже не обошлось без жалоб на нарушения. Так в Назарове и Вачинске местные жители жалуются на агитацию в День тишины. А в Березовском районе еще неделю назад активисты сняли на видео, как на избирательные участки, на школьных автобусах привозят людей и у многих в руках листовки с фамилией, за кого нужно голосовать. Более того, по словам местного депутата Марины Якубенко, за правильно отданный голос людям платят по 700 рублей. Вот это гражданская позиция! Вот это я понимаю. Вы откуда? С Березовского? С Березовского. С дурдомом в смысле, реально? Мой бог! Со школы? Детский дом в интернат-солнышко. Какие молодцы! Вы тоже будете картошку копать 13-го все, да? Поэтому вы досрочно голосуете. И тоже голосуете? Досрочно? Тоже сказали? Приказали? Приказали? Позже в Краизбиркоме новостям ТВК сообщили, что жалоб к ним на проведение досрочных выборов не поступало. Что касается подвоза избирателей, то председатель Краевого избиркома уверяет, что это запрещено лишь в том случае, если за рулем сидит сам кандидат. При этом нужно доказать и сам факт принуждения. Что касается подкупа, то, по словам председателя, это беда нашего общества, а не избирательной системы. 500 рублей, конечно, конечно.